привет продолжаем наше кино этот выпуск не про аквариум обращение к подписчикам то есть я думаю что нужно все-таки какие-то пояснения дать по на эту тему ну и собственно начнем значит как вы поняли уже я отвечаю на ваши комментарии под видео на конкретно какие-то вопросы то есть вы задаете вопросы я конкретно на них отвечаю если это вопрос такой какой-то вот большой то есть требующий отдельной темы это я соответственно записывать насчет этого видос кто-то бывает пишет там вот я там спрашивал а видео все еще не вышло дело в том что их в автозагрузке у меня стоит там уже еще хрен знает до середины ноября то есть я их уже по на записывал повставлял по одному в день потому что все говорят что больше одного видоса в день это очень тяжело никто нихрена не смотрит ничего толком так пробегают что им интересно то есть она не ложится в голову поэтому надо как-то вот чтобы это было не спеша и соответственно вот так вот и так она и будет вот дальше значит просьба писать комментарии только четко по существу то есть конкретно какие-то там ну я имею до комментарии требующие моего внимания то есть вы можете писать там типа вот там что-то прикольно там супер там посмеялись там еще чего-то ну такие которые не имеют там значения никакого и я еще раз напоминаю что я не собираю комментарии мне не нужны например какое-то определенное количество подписчиков мне не важен этот канал в принципе потому что вы знаете что аквариумистов у нас всего в россии ну или не знаете короче 2000 человек две с половиной максимум остальные все такие какие-то мертвые души кто уже слились они как-то там где-то засветились а потом ушли и бросили это дело вот таких вот действующих конкретно около двух тысяч человек всего лишь то есть масштабах ютуба если на меня подпишутся все подписи все реферы россии это так и будет скоро то есть соответственно это ни о чем то есть две тысячи подписчиков это смешно то есть тема создавалась не для того чтобы заниматься блогерством а для того чтобы конкретно записывать видео для моих друзей изначально подчеркиваю только для моих друзей остальные присоединившиеся которых я не знаю лично тоже имеют право смотреть задавать вопросы мне не жалко и все в общем самое главное назначение было это то что просто немного как это подустал отвечать на те же вопросы поэтому решил записать видео чтобы люди их пересматривали естественно же со временем по мере возникновения каких-то дополнений какой-то информации о чем-то я буду записывать еще какие-то поясняющие видео дополняющие и возможно даже будут какие-то моменты которые вылезут со временем который будет там в какой-то степени взаимоисключающие с теми которые я уже рассказывал раньше то есть как кто-то сказал что только идиот никогда не меняет своего мнения понимаете о чем разговор то есть сначала вот так а потом уже можно поменять свое мнение время покажет чего там как произойдет то есть какие-то уточнения будут основы там естественно все работает все правильно но нюансы естественно могут меняться ну вот и опять же по пришествии там например какого-нибудь нового открытия там и какой-нибудь прибора какие-то там старые догмы просто отвалятся все за ненадобностью то есть они станут не нужны как например раньше там вот уев стерилизаторы были там то что там популярнейший прибор потом значит эти еще динитрификатор был то тоже популярнейший прибор фильтр кипящего слоя для химических баха царбентов тоже был популярнейший прибор где они сейчас они уже никому не нужны это утопия это признано что это глупости от них избавились уже все вот тема про его стерилизатор кстати выйдет 20 по 6 октября тоже она записана вот сегодня буквально человек спрашивал где говорит обещал я но я уже записал просто выйдет она там особо ну просто она такая поржать вот так вот дальше комментарием вернемся вот я на них отвечаю то есть если вы пишете какую-то откровенную хрень которая никак к сути не меняет никакой ну то есть просто типа а я вот знаю там что вот так и что ну ты можешь поделиться своим мнением на рецентрале мы не собираемся перечитывать ваши вот это вот сообщение там я не собираюсь с вами спорить я не собираюсь вступать какие-то там полемику насчет вот этой терминологии всей как это называется какой там процесс идет я уже сто раз говорил что мне похеру как все это происходит я вам говорю чем нужно пользоваться и что для чего применять и все мне насрать как это там где чего как там у производителя написано вы можете сами прочитать интернет в помощь я не записываю видео для того чтобы рассказать еще то же самое или вы хотите видеть видосы я сажусь там а например тема такая то я открываю нотацию на препараты начинаю вам зачитывать или какую вы хотите информацию получать я могу это прочитать у меня тоже есть глаза я умею читать научили школе в начальной точно так же как все остальные когда мне там кто-то в комментах пишет какое-то там свое открытие которое он прочел там где-то и пишет что я вот делаю вот так молодец какой ты хочешь ответ на это получить то есть вы пытаетесь как-то мериться со мной письками что или смысл написания вот этих комментариев не в смысле того что они как-то меня там раздражает или меня мешают нет они мешают только пониманию того что вообще происходит зачем вы смотрите видосы я на все ответы отвечаю соответственно или пересмотрите то чего вы не поняли потому что вы спрашиваете такие вопросы которые быть уже отвечены 150 раз и мы об одном и том же я не собираюсь отвечать в комментариях 20 раз для этого я и записал видео чтобы не писать вот эту всю херню то есть чтобы не возвращаться к чему-то опять если чем-то не согласен пересмотри видосы заново с первой серии и все поймешь сразу что и кто и как вот и весь расклад поэтому я же говорю я записываю только конкретную практику то есть то как это используется они только где там какой-то про пуриген записал там вышел сегодня видос от сегодня 20 сентября человек пишет типа как так говорит вот там у реген же он же не убирает нитрат и фосфат это же типа неправильно и речью это ацербент органики если мы вдадимся в подробности то нитрат уже в принципе не является органикой это я знаю но мы относим мы простые люди относим его к органике так в двух словах потому что если вам начать рассказывать о чем буду перечислять что ли сидеть там досконально так она пуриген цербирует вот это вот это вот это вот это она нахер тебе надо смысл в итоге снижается нитрат и фосфат по итогу потому что пуриген забирает все припу все вещества органические органические не давая перейти им в конечные формы в нитрат и фосфат вот и весь расклад какая на хрен разница как это будет сказано ни один хер это разве меняет суть и вот с такими вот комментами это просто как на и типа я считаю это просто как типа доебаться решил или просто вот помялиться письками показать что тоже умный ну молодец умный заведи свой канал сделай вот написывай там какие-то свои наблюдения и нехорошо зачем мы должны там сколько нас под 500 вернее под тысячу человек должны читать этот комментарий зачем это нужно то есть мы должны обратить внимание публично на какую-то херню что какой-то человек там решил чего-то где-то там поправить что где-то я переставил слова местами вы в эту херню хотите свалиться этим занимаются люди на риф-централе вот я именно об этом и говорю всегда что и проблема главное это то что приходят специалисты и начинают изменять суд суть до такого что там уже не поймешь вообще о чем начали вот как раз из-за этой херни я уже говорил как-то был мне один коммент еще на риф-централе там когда переписывался еще имел глупость общаться с идиотами написал что кораллы из себя изрыгают вот эту черные нитки такие это динафлагелят то есть это родновидность динафлагелят это научная херня это подтвержденная даже этими мракобесами учеными они сказали что да это динафлагелят и тут какой-то чертила мне пишет александр а ты уверен что это динафлагелят а тема была просто про криптокариоз а нет про дина и соответственно я просто принял пример что дина есть в аквариуме всегда и даже кораллы там и периодически изрыгают их из себя и соответственно могут теоретически возможно инфицировать вашу систему динафлагелятами поэтому нужно создать условия в при которых динафлагелят не размножается они бороться с ними понимаете о чем разговор был так вот человек мне пишет а ты уверен что это динафлагелят я и к грему написал а ты не хочешь чтобы я тебя послал нахер а чё это ты так реагируешь или потому что я с дебилами общаться не собираюсь если ты задаешь такой вопрос значит и либо идиот либо провокатор других вариантов я не вижу зачем мы сейчас должны отвлечься всю эту тему как где там участвует человек семь восемь мы должны отвлечься на то чтобы разобраться все таки динафлагелят изрыгают из себя кораллы или нет то есть я не стал даже я мог найти эту всю херню скопировать вставить нет подтверждение мне просто это не надо это отвлечение это еще там я не знаю десяток постов непонятно на какую тему именно поэтому вы заходите на рц и не можете найти ни хрена там ничего потому что там два сообщения по сути или три поста остальные все хер знает о чем о том что кто-то пукнул кто-то подумал кто-то не понял а вот это как и вот это весь вся эта бредня вот только поэтому поэтому вернемся к подписчикам большая просьба не писать всякую херню свои какие-то домыслы глупые насчет которых я должен там что-то разбираться если вы я же говорю с чем-то не согласны задавайте конкретно уточняющий вопрос а не надо здесь расписывать свои умозаключения я это все мог прочитать и про этот пориген и про всю эту херню 150 раз и перед тем как что-то записать какое-то видео я же наверное не совсем дебил я же наверное могу прочитать аннотацию например к новому препарату если бы я понятия не имел что это за хрень за такая на хрен я буду про него рассказывать смысл это еще раз повторяю это ацербент органики все что есть органика ты можешь зайти и открыть википедию прочитать что такое органика то есть препарат создан конкретно для реанимации старых систем все вот два предложения больше в этом видео больше записывать было не чем то что я вам там по доброте душевно еще наговорил целую херню там по минут на десять что такое да это просто чтобы развлечь и все то есть там никакой информации об этом препарате быть не может аннотацию открываешь в трех строчках все написано больше знать там нечем там все как на духу мне зачитать надо было инструкцию чтоб в точности со всеми терминами чтоб не дай бог где-то не ошибиться чтобы хитрожопые люди не могли ни к чему придраться я записываю видео не для того чтобы как не слежу за тем что могут ко мне придраться или нет какую фразу я сказал как я назвал это какими терминами я еще раз повторяю мне похеру именно поэтому вы смотрите мои каналы потому что я не делаю вот этой штатной хрени как все это делают какими-то умными фразами там вот вот так вот так смотрите другие каналы там все четко вам объяснят зачитают инструкцию те же самыми словами как там слово в слово и запятые расставят на хера вы тогда смотрите меня либо не задавайте глупых вопросов вот следующий момент насчет как я уже сказал отписался подписался я же говорю я не преследую цели подписывальщиков подписывальщиков написывальщиков и всех остальных мне это не интересно я я сделал этот канал для своих друзей с которыми я через него общаюсь то есть чтобы не повторяться 150 раз я просто там записываю для них как обращение чисто к моим кентам и кто соответственно примыкает к нам добро пожаловать никто не против смотрим делаем выводы то есть ключевая фраза делаем выводы сами на основе своего опыта то есть можете посмотреть один канал 2 3 4 зайти на rc почитать посмотреть мои видосы сделать свои выводы из этого вот нечто среднее выбрать я точно также делаю то есть я там например почитал где-то на рифтурифе какую-то статью нашел так но интересно думаю ладно потом еще какие-то сведения где-то откуда-то собираются потом на собственном опыте смотрю как это получается и работает ли эта хрень в реальной потому что по большей степени это все теоретические какие-то там у них предпосылки которые я не знаю как использовать пока я не начну пользоваться ими сам поэтому я ничего не говорю и не записываю никаких не рассказываю пока это не попробовал сам в результаты вы можете видеть многие были у меня дома и видосы видели моих кораллов и все остальное то что я не разбираюсь в химии поэтому не надо задавать мне вопросы по каким-то там химическим соединением соответственно не надо у меня спрашивать там как вот это из чего там чего-то там куда-то произошло во что там перешло и какие там вещества и все остальное то хинею мне это не интересно мне интересно только вот создание красивого аквариума если нужен знание в химии запишитесь какой-нибудь химический кружок там юного химика и ходите туда изучайте эти формулы всю эту хуйню всю эту ерунду которая в принципе не важно и никак вам не поможет вообще то есть есть уже давным-давно придуманные химические препараты которые просто нужно использовать по определенной схеме об этом я говорил у него значит следующий момент тоже вот это вот немного там шумом создавшиеся видос про риф-централ наш там он или наши это интересная тема такая я был удивлен комментарием которые были написаны там типа вот блин и вы тут про этот коронавирус я еще не понял про какой коронавирус ребят вообще слушали о чем я говорил я ни слова не сказал про не про какой коронавирус я говорил о том что на риф-централе создана тема про прививки и соответственно на основе этой темы как раз показывал и рассказывал что происходит там то есть цензура полная то есть баны какие-то людям которые не согласны с мнением узкого круга людей то есть понимаете риф-централ крутится вся вот это вот ясная тусовка вокруг там буквально четырех человек которые прибыли туда из аквалога русского форума понимаете так вот форум аквалога когда вывели из игры вот эти товарищи перешли на риф-централ вместе с модератором его товарищи соратники те старые люди которые тогда еще там пользовались какими-то старыми знаниями то есть естественно тогда это приносило какие-то маломальские результаты и что-то у них там начало получаться когда вокруг были одни пресноводы и у всех все дохло то есть никто не въезжал а эти были блин как гуру там просто морской аквариумистики потом прошло время и такие молодые самонадеянные повылазили на хрен и начали немного так как-то шапки то сбивать с коронованных особ это не понравилось этим товарищам и вот до сих пор они продвигают эту тему пытаются как-то там всех бить по голове чтобы особо там не высовывались что мы тут главные я не понял форум это для того чтобы высказывать свое мнение делиться опытом собирать и приумножать этот опыт или о том чтобы кто-то кому-то там кланялся и жопу лизал потому что он там по мнению кого-то там из руководства этого форума такой молодец и орел его друг или как все ребята делитесь тогда там очко друг другу лежите вон я не знаю там в личке там в сообщениях или создайте я не знаю какой как это фан-клуб определенных лиц и посмотрите сколько в этом фанатов на собираете не надо нам навязывать эту ерунду вот только на основе этого я это сказал рассказал что там были там забанены и определенные люди он сейчас например виталика русган дружище поздравляю тебя занял первое место на рифту риф его аквариум стал аквариумом года вчера по моему 19 сентября было ну то есть вчера было выложено поздравление можете посмотреть на риф-централ есть тема макс создал тоже друг мой хороший виталика поздравляю все но есть такая забавная история виталик был забанен на риф-централе целый год за то что он спорил насчет света там насчет химии насчет содержание всех этих кораллов все вот этой вот с вот этими вот товарищами и коля влупил ему бан сначала внутри раза забанил или 4 на короткий срок там от недели до нее до месяца потом влупил ему на год а сейчас первое поздравление тех кровь которые конкретно гнобили виталика от полины и от коли с липи чё это за херь ничего поздравляете ну вы же там писали что виталик гонит пургу какую-то что он там беспредельщик что он там всякую ерунду рассказывает людей вводит заблуждение ночное чего его забанили а теперь что кончился бан автоматически и тут вы примкнули начали поздравлять красавцы переобулись быстренько потому что весь мир признал что виталий красавчик молодец хотя бы в этом месяце а там номинантов много больше ста наверно человек желающих это потому что это весь мир это не наш риф централ есть там 300 400 человек оперативных и 2000 там участников а толку от них никакого то есть они там не появляются практически вот может даже больше там полу зарегистрированных 1004 только никто не заходит там 75 человек в пределах 100 ежедневно и все ну так по моим наблюдениям может я не прав конечно без разницы вообще похеру вот ну и чего и таких вот персонажей полно которых там прессовали которых в итоге самые крутые аквариумы и там поэтому они не пишут я вам про политику самого сайта говорю я мне нравится все устраивает там торговать нормально люди приходят но политика сайта об этом было сказано а не о том что там началось а там какой-то коронавирус я так подозреваю что есть некая часть моих зрителей которые по моему что-то у них это какая-то есть такая запрограммированность и я еще заметил одну такую это какой-то схожий момент у всех практически кто эти фанаты криптокариоза они же и по факту являются фанатами этого к вида к вида без и там криптокариоза без и походу одно и то же одна болячка у вас в башке я уже сто раз говорил что я именно вылез из всего этого болота только благодаря тому что я не доверяю ему я никому никогда не доверяю на счет того что там надо делать вот так или вот это всю эту морскую аквариумистику ребятушки я вас уверяю я придумал сам лично для себя и всего на основе каких-то чьих то там опыта чего-то то есть узнал о то чуть-чуть вот там чуть-чуть вот там чуть-чуть я никогда не брал готовую схему все придумал один сам-сам все проверял все-все разрабатывал придумал понял что нужен пиноотделитель прочитал эту тему ту тему точно так же как и большинству то есть только благодаря своей недоверчивости я например расхреначил в свое время всю эту систему dsb вы сейчас забейте там на рифцентрале вопросик хочу запуститься на примерно песке там 10 сантиметровым слоем песка посмотрите чего он ответит он напишет чтобы совсем а вот если бы вы это задали вопросик лет 8 10 назад вам бы сказали красавец молодец так необходимо делать и это правильно так вот я искоренил вот эту чушь и сколько лет я с этим боролся с этим говном когда все так делали понимаете и я один там со всеми спорил что нельзя этого да нет а ты блин там мракобесно хрен придумал очередную хрень все это глупости твоей ты делай вот как тебе сказали вот так вот и надо и в итоге что вот потом следующая темка про соль про россии тоже я понял эту тему когда увидел стеллажи в китае соли россии обоих видов и корал про и обычную туда же риф кристаллс и туда же aqua forest все делали товарищи китайцы я спросил ваш они говорят да больше у меня вопросов к этой соли не было я встречался с товарищами евреями на интерзол я езжу по выставкам в америку по фермам всего мира блин и общаюсь с этими людьми лично не надо мне никаких там вот этих что-то там где-то прочитал я лично встретился с человеком он меня как на духу просто рассказал свое мнение как это надо делать и так вот товарищи евреи сказали что мы не давали разрешение китайцам на производство соли а еще великолепную вещь которую они сказали что мы не поставляем уже несколько лет нашу соль в россию охерительно это со мной разговаривал главный их там какой-то там из директоров представитель который в курсе с какими странами они работают как мы давно не поставляем потому что нет заказов почему нет заказов потому что товарищи китайцы перебили ценой а наши прошаренные продавцы магазинщики просто начали брать там где дешевле и поэтому вы начали получать вот у говно подделанное я об этом сказал писал какой срач там начался на форуме то ты что это неправда мы все всегда пользовались и потом через пару лет уже когда передохла целая куча по статистике начали уже понимать что как это блин что-то не тот понимаете дебилам понадобилось два года чтоб понять а почему так долго потому что рыцешкой обычно пользовались люди у которых мягкие кораллы а мягких кораллам и похеру это как рыбы практически то есть он говорит у меня все нормально у тебя какие кораллы там мягкота болото сраны конечно больше все нормально конечно же туда хоть блин просто поваренной соли насыпь туда только будет что-то плохое любого качества соль туда можно вхерачить более там какими-то макроэлементами все будет в порядке понимаете поэтому вы это вообще не показатели даже простейшие лпс могут не реагировать на хреновую соль а вот акропоры и более таки сложные какие-нибудь чалицы уже вам покажут сразу же так что хорошая соль то есть время показало что я был прав опять же следующий момент про всю эту биологию я первый начал кипиш разводить что мы нихрена не понимаем что-то там в биологии в этих процессах кальцификации то в зависимости фосфата там от вот этого вот всего то есть вот ростом вот это вот вся фигня то есть как там созревание аквариума все вот эта биологическая тема все там да ты чё там надо химию лить надо вот это вот это вот и все и больше и все будет в порядке да вам просто везет пока вы не понимаете и вам просто везет потом только что-то приключается вы понимаете что что-то не так начинайте бегать на форуме задавать дурацкие вопросы, на которые уже давным-давно известны ответы и, собственно, надо просто снизойти до уровня вот таких вот всяких прогрессивных людей и послушать другое мнение, а не какие-то старые догмы использовать, которые написаны там ещё в книжках 80-х, понимаете? Вот так вот, ну не в 80-х, может там 90-х годов. Следующая тема про ОВП, посмотрите старые, откройте, Ревцентрал это же как этот, как архив, там же всё есть, все сообщения, кто там чего, за кого усирался, кто чего доказывал, там всё есть в темах, Коля красавец, он всё это задокументировал, можно найти, знаете, кто с чего начинал, у кого там по уши рыло в говне, кто там больше всего сралбанных других, а потом переобувался, всё можете прочитать, посмотреть. Так вот, про ОВП, прибор ОВП, все пишут, да нафиг он нужен, буквально там полтора года назад, да даже год назад писали, что нахрен не нужен. Ну естественно, зачем обезьянь автомобиля, она же ездить не умеет. Вот вам и вывод, а сейчас задайте вопрос, да все это, вы купили все эти приборы ОВПшники, он у Димки в рифоводе спрашивает, Дим там нужен, товарищ отправил прибор, он говорит, нету, разобрали. Естественно, они быстро подвозят новые, ну разлетаться они стали, ого-го, вот эти стационарные, нормальные, которые я там советую, понимаете, о чем разговор, то есть все стали устанавливать, и я тему эту объяснил, как это всё, проверили, всё это, блин, кучу опытов провели сами, сами, не научных каких-то, просто домашних, этих дилетантских, грубо говоря, капнул капельки йода и посмотрел, насколько меняется ОВП, насколько он быстро восстанавливается, насколько, как реагирует на железо, как реагирует на то, на это, на аммиак, на какой-то сероводород, перерыхлил грунт, что делается, добавил песок, убрал песок из системы, всё это делали лично, вот своими рученьками, понимаете, кто нахрен это делал, да никто, и только тогда поняли, что на самом деле, нахрен, хоть как-то там происходит, блин, и на что это влияет, конкретно, вернее, что происходит, да на что это влияет, конкретно, какие последствия будут при каких-то действиях, и разработана даже целая схема, вы можете её посмотреть, я выложил её в видосе, ну, на этом же канале, и, собственно, пора этот весь ОВП, понимаете, потом тебе следующая тема, криптокариоз, блин, то же самое, сейчас уже, слава богу, большинство там процентов 80, наверное, уже поумнело и поняли, что это не болезнь, а просто хреновые условия, о чём, кстати, было написано ещё в старых книжках, я рассказывал это в этой теме, можете пересмотреть, так вот, вот на эту тему мне открыл глаза Барнетт, мой друг, американец, компания РВС, самая крутая компания в мире, понимаете, это человечище, через руки которого прошли там миллионы рыбы, миллионы, которые, у него самая качественная рыба в мире, и самая крутейшая именно рыбная передержка, то есть карантинка из морей, он собирает рыбу изо всех, со всего мира, блин, у него не только Филиппины, база на Филиппинах, сейчас открывает Папуа Новую Гвинею, потом, значит, Мадагаскар, какая-то, блин, часть ещё там чего-то, типа Тайване, откуда ещё туда тащу, то есть у него там хреново куча точек этих, блин, с которых он просто выкупает весь эксклюзив, он у себя передерживает, блин, и там отправляет потом по всему миру, я был там видос, можете посмотреть, там по теме РВС, по-английски РВС, вот, и я там обзор делаю какой-то, как получилось, там шум, он мне показал вот это сердце этой фермы своей, вот этот дегазатор, гипердегазатор, там огромная яма, блин, где-то там три на три, метра, наверное, три или четыре глубиной, в которую просто падает постоянно водопад, сливающийся воды из систем, потом возвраткой загоняется обратно, на хрена и нужно, этот грохот стоит, у тебя в ферме не слышно ни хера, мы с ним разговариваем, приходится на повышенных тонах, говорить, чтоб друг друга слышать, смысл создавать вот это шумное устройство вообще, понимаете, то есть он мне объяснил, что это необходимая хрень, вот это самое главное, первое место, куда он меня повёл, вот именно здесь дегазируется, выводится аммиак, именно поэтому, говорит, у рыбы чистая кожа, нет никаких обсыпаний, о чём это говорит, о том, что криптокариоза не существует никакого, есть просто аммоний, который вызывает обсыпание кожи, и эту же тему недавно, я отправлял ссылочки, посмотрите, у меня на телеграм-канале, я выкладывал, читайте, смотрите, блин, если вы хотите всё понять, не надо прыгать по интересующим вас тему, когда там задаёте вопросы, кроме этого вопроса вас ничего не больше не интересует, интересоваться надо всем и смотреть всё подряд, тогда не останется вопросов никаких, будете понимать всё точно так же, как минимум, как буду понимать я, вот, так вот, задаёте вопрос, перед тем, как задать, начните отыскать на него ответ, всё есть уже, пересмотрите внимательней, если уже останется какие-то эти, то тогда можно там какие-то моменты, я бывает упускаю, да, действительно, где-то вот что-то не пояснил, я запишу видос отдельный там и расскажу, так вот, ещё раз, не пишите всякую херню, насчёт того, что я отписался, там, вот эту херню, чё, как, знаете, говорила моя бабушка, напугал ежа голой жопой, не отписывайтесь, можете вообще не подписываться, кому что-то не нравится, мне без разницы, я ещё раз говорю, я рад людям, которые меня понимают, которые со мной на одной волне, мои друзья, для них я записываю эти видосы, вот и всё, остальные, рифцентрал, прекрасный ресурс, можете там поспорить с кем-то, вступить в них в дискуссию, хвалить там друг друга в разделе, там, в этом про криптокариоз, или там про ковид, ковид-19, там, привиться пойти и всё остальное, но не надо нам пропагандировать эту херню, я выступаю просто, и тут видос был написан, записан против пропаганды всей этой мракобесия вот этого, которая, я уверен, через там, буквально, может, пару лет признает, что это было плохо, что меры были плохие, что ошибочно прививали всех, вакцины были некачественные и всё остальное, и вы как, обратно их повытаскиваете из себя, те металлы, которые вам туда заправили, или что будете делать, или может быть, там нет металла, может, там только одни полезные вещества, а вы уверены, я не уверен, есть версии, что там есть какие-то вредные вещества, есть версии, что их там нет, я себя прекрасно чувствую, я переболел, у меня всё замечательно, мне нахрен это не надо, зачем я должен идти ещё какую-то херню себя заправлять, зачем, при том, что всё равно вы заболеете, если вы укололись и не болели, вы заболеете с вероятностью 100%, вообще никаких шансов у вас нет не заболеть, никаких, пока вы не приобретёте себе естественный иммунитет, переболев, хера с вами ничего не будет, можете сделать прививку, сходить сдать на антитела, я вам на 95%, что и не будет никаких антител, вот и всё, то есть это говно просто не работает, тогда зачем обнадёживать людей и гарантировать им, что, блин, вы получив уколчик, у вас всё будет зашибись, вы начнёте новую жизнь, всё будет отлично, нет, не будет, вы будете иметь такие же возможности заболеть, тогда нахера эта пропаганда, зачем, рифцентрал это не место для этой херни вообще, это не место для каких-то каких-то своих там политических хитрожопых разборок,